Практическая психология Здравствуйте! В эфире программа «Практическая психология». В студии семейный психолог Надежда Бушмельева. Сегодня будем искать ресурсы для жизни. Я бы сказала, психологические ресурсы. И раскрыть эту тему я пригласила психолога, тренера по йоге Мария Ручкина. Маша, здравствуйте! Добрый день! Самый первый такой вопрос. Где вы ищете свой самый главный ресурс для жизни? Мне бы хотелось тему ресурса раскрыть вот с такой стороны. То есть ресурс рассмотреть как такой алмаз, сокровище. И посмотреть на него с нескольких сторон, с пяти. То есть ресурс – это же на самом деле, когда человеку нужны силы и энергии. И первое, когда не хватает сил, энергии, когда не хватает ресурса, первое, с чего нужно начинать, это, конечно, с тела. Потому что мы живём в теле, то есть тело ближе всего к нам. И это самое просто первое. Это первое питание. То есть про питание можно долго рассказывать, про здоровый образ жизни. Ну, мы сегодня поговорим про это обязательно, да, потому что сначала нужно питать своё тело, чтобы оно имело вот эти самые ресурсы для того, чтобы каждое утро просыпаться, что-то делать, да, там идти к каким-то целям. Ну, опять же, отвечая на вопрос, что мне помогает наполняться ресурсом к вопросу именно о питании, я хотела бы рассказать про такую волшебную методику, как голодание. На самом деле это бесплатная техника, которую нам подарила матушка природа. И если понаблюдать за животными, за детьми, когда они себя плохо чувствуют, они сразу автоматически переходят на голод. Ну, если перейти к теме религии, то там тоже есть посты, ограничения. И вот такое комфортное время можно самому почувствовать, выбрать. Я практикую 36 часов голодания. То есть это получается день и две ночи. И очень плавный вход в голод и выход. Очень плавненько, например, на травках, на сухофруктах. И организм, он даёт очень мощный процесс очищения, оздоровления. У меня прям как волна энергии поднимается. И мне очень нравится образ, чтобы питать тело. Нужно именно сначала запустить момент очищения. То есть моментов очищения тоже существует много. И антипаразитарные очистки, и чистки. И вот именно момент голода мне лично нравится и откликается тем, что это, во-первых, очень просто, очень быстро. И голодание лечит огромный спектр болезней. Недаром говорят, что голод всё-таки ближе к жизни, нежели к смерти, да? Конечно. Есть такая фраза, и я слышала её и от врачей, и, в общем, от многих таких умных, продвинутых людей. Но, тем не менее, опять-таки мы должны тут сказать, что нужно это сделать осторожно и очень грамотно, да? То есть мы сейчас не призываем никого к процессу, что вы должны сесть на какую-то диету, ещё чего-то, да? Это должно быть осознанно, это должно быть с учётом всех тех ваших особенностей, вашего тела, вашего здоровья, да? Это обязательное условие. Конечно, голод, это нужно очень бережно. И вот, например, длительное голодание, там, 3-5-7 дней, это, ну, уже под наблюдением врача. А вот именно простое голодание можно даже его рассматривать как разгрузочный день, то есть, например, 36 часов, ну, или 24 часа в сутки. И организм сразу же даёт благодарность, прилив сил. Я даже советую, что если, вот, например, вы никогда не практиковали голодание, ну, то есть это для вас вообще не свойственно, просто один день меньше есть и, например, отказаться от ужина. Так. Следующую неделю, например, есть ещё поменьше. И, например, увеличить дозировку воды. Вот смотрите, у нас все люди, мы разные, да? Конечно. Кто-то, ну, все ищем смыслы. Смыслы в жизни, этими смыслами наполняем свою жизнь. И нам так или иначе нужны на реализацию этих смыслов вот эта энергия. Кому-то помогает, вот как вам голодание, например, да? Я никогда в жизни своей этого не пробовала, да? И в итоге... Надежда, очень советую. Очень рекомендую, да? Очень рекомендую. Хорошо. Вот я к этому отношусь очень осторожно, ну, может, потому что сама малоежка по жизни, да? Вот. Но от тела мы ведь не только через питание, да? Что ещё позволяет ресурсировать наше с вами дорогое тело? Я вот как раз сюда ехала и думала, почему же я именно хочу начать именно с такой практики голода? Это почему, когда ты чувствуешь, например, упадок сил, тебе не хватает ресурса, очень важно начать с телом делать что-то, но делать что-то новое. То есть есть, например, такие практики, которые очень любят, такие лайтовые, как, например, массаж. Всем нравится. То есть, например, спросить, все любят массаж. Любого человека. То есть за редким исключением, но баня – это тоже вот такой очень ресурс, но мягкий и знакомый. И почему, например, когда ты пробуешь что-то новое, кардинально новое, тело даёт сразу очень сильный отклик? И почему, например, вот такие практики, как голод, холодное обливание, они идут не по такому принципу лайтовому, как баня, массаж, а немножко через преодоление? И вот это преодоление… Оно запускает какие-то совсем другие механизмы. Оно запускает очень мощно. То есть ты начинаешь смотреть, то есть вот эта вот ясность ума. То есть после бани же тоже есть ясность ума. Но когда, например, вот человек ходит в баню, например, год, два, три… Для него это уже обычная процедура. И вот в хова появляется голод. Именно вот такие практики, они дают очень мощный. Ну давайте немножко даже про массаж. Массаж тоже, он бывает абсолютно разный. Для кого-то это будет лечебный массаж, для кого-то это будет профилактический массаж, для кого-то это будет, не знаю, эротический массаж. Любой. Варианты вы выбираете сами. Но главное, чтобы ваше тело дало какой-то отклик, чтобы вам это понравилось, вас это ресурсировало. То есть вот это задача для человека. Или же какие-то ещё подзадачи мы с вами можем найти? Ну вот, знаете, вот как практика, если массаж и баня, ну, начали уже об этом говорить, они очень на таком лайтовом режиме. Ну, то есть, например, предложить, идём в баню. Ну, редко кто не любит баню, например, не любит массаж. И обычно на это люди идут очень легко. Но когда, например, ты понимаешь, что у тебя, например, есть уже какие-то заболевания, ну, например, как аллергия, или ты чувствуешь, что тебе не хватает сил, например, слабость, сонливость. И именно вот какие-то практики на преодоление, они, ну, как сказать, они, получается, мощнее дают результат. Нежели, например, ты приходишь, и массажист просто тебя массажирует. Понимаешь, что массаж – это прекрасно? То есть, смотрите, даже, например, если ты годами ходишь в эту же самую баню, но ни разу не окунулся в купель, то ты можешь для какого-то поиска ресурса попробовать это сделать. То есть вот этот вызов, маленький вызов бросить себе и взять этот ресурс присвоить, который ты получил. То есть новый опыт, новые ощущения, такая хорошая встряска. Но мы опять-таки помним с вами, что всё это нужно делать с учётом ваших индивидуальных особенностей. Ну, вопрос мой ресурс. Я как раз голод практикую последний год, и я про это. Во-первых, я сначала очень много почитала. То есть, как бы, моменты, как бы, за, против, то есть информация. И когда у меня уже появились Знания, тогда ушёл страх, и мне для самой стало понятно. Тогда я стала чувствовать своё тело. И когда организм, ну, так плавно заходит на голод, то появляется очень ясность, и организм настраивается на очищение. Тем более сейчас весна, и это самое время. Ну, в принципе, да, вот все посты, которые, да, вот есть, да, у нас с вами у православных, они тоже своего рода настраивают как раз на процесс очищения, да? Ну, то есть, если люди соблюдают посты, то, безусловно, может быть, практика голода не так и актуальна. Но так как вот сейчас пост соблюдают не все люди, и какой-то аналог именно заботы о своём теле, опять же, это нужно, вот эти вот ограничения. Для чего? Когда ты перестаёшь ходить к холодильнику, когда тебе становится об этом легко, у тебя силы высвобождаются на совсем другие вещи. Отлично, хорошо. Ну что, убедили, будем пробовать эту практику. А теперь давайте, если мы сейчас говорим про наше тело, то что ещё можно сделать для тела, чтобы найти вот эти самые ресурсы, ценные, важные, нужные? Обращаться к этому образу алмаза. То есть, первая грань – это питание. Ну, я вот отдельно в питании вот всё-таки сделала акцент на вот эту панчика голода. То есть, вторая грань – это, конечно, физические упражнения. Так как я тренер йоги, мне близка йога, цигун, вот эти практики, ну, они мои. Но я, конечно, советую, то есть, любая физическая активность. Это может быть фитнес, бодифлекс, просто отжиматься, танцевать. Но это должна быть каждая дневная практика. Вот мне очень часто люди говорят, вот не люблю ни фитнес, ни йогу, ну, вот никак. Каждый день по 6 километров. По 6, по 7 километров. Тоже как вариант, да? Даже как вариант вокруг дома. Ну, в нашей ситуации. Да, или вот, например, меня дети заставляют прямо с первого этажа на седьмой обязательно пешком. От лифта мы уже отказались давным-давно. Спасибо сыновьям. Супер. Да, также можно, например, придумать что-то совместное, да, с семьей, потому что я вот часто замечаю, что вроде как одной этого не хочется делать, да. Поэтому, а почему бы не взять группу поддержки, да. Ты для них группа поддержки, а они для тебя. С сыновьями это супер. Даже сын, мы с ним решили потренироваться по отжиманию, по подтягиванию. И результаты. Ну, очень плохо. Хорошо. Итак, спорт обязательно ежедневный, не обязательно профессиональный, да. Каждодневный. Каждый, который вы хотите. Но тоже я всегда за то, чтобы всё делать очень постепенно, да. Конечно. То есть не надо нам сразу же с вами доказывать себе, этому миру, что мы супергерои. По маленькому шагу, да, изо дня в день вы увеличиваете нагрузку для того, чтобы ваше тело работало. Конечно. Даже можно постепенно и под конкретную задачу. Например, задача похудеть. Можно, например, брать 15 минут именно конкретного упражнения на похудение. Или, например, вот я часто с беременными в практике сталкиваюсь, когда идёт нагрузка на позвоночник. То есть брать буквально 15-20 минут корректных упражнений на расслабление и укрепление позвоночника. У кого-то такой же, например, акцент бывают, например, ноги, стопы. Вот недавно у меня девушка пришла, она говорит, у меня с физикой всё отлично, лыжами занимается, мне нужна растяжка. То есть опять же, зачем нужна растяжка, да? Нужно задаться вопрос. То есть когда увеличивается растяжка физического тела, вот почему в йоге они встают в такие странные позы, ноги куда-то... То есть для чего? Когда увеличивается физическая растяжка тела, увеличивается растяжка сознания. Сознание становится более гибким. Ну, как интересно, да? И вот как раз люди, вот у меня одна девушка обратилась, то есть у неё такое очень сознание, мне хочется, говорит, как-то пошире посмотреть на мир, и поэтому мне нужна растяжка. Начала, решила, стела, да? И буквально 15 минут, то есть она берёт, например, не силовые упражнения, которые у неё и так уже есть в каждодневной практике, а растяжка ей тяжело, и она берёт совсем по чуть-чуть, и с дыханием плавненько идёт. И растёт, и расширяет, и себя, и своё сознание. Отлично. Хорошо, это всё про тело. Что ещё мы можем сделать? Про физическую нагрузку. Про физическую нагрузку. И опять же, вот опять же к этой теме, что когда ты чувствуешь, вот у тебя уже ступор, тебе нужно перейти на новый уровень, нужно что-то новое делать с телом. Если тебе, например, с сыновьями знакомо уже фитнес, отжиматься, всё, по лестницам это уже знакомо. Идём 6 километров. Для кого-то 6 километров – это вообще норма. Всё, приходим к йоге, к цигун. Знакомо. И надо именно искать что-то новое. Причём, мне кажется, что и новое, да, и то, что тебя вдохновляет. Конечно. Потому что нового может быть очень много. И тебе будут предлагать и говорить, иди к нам, посмотри, у нас как всё здорово, да? Но не откликается. Да, вот у меня был в прошлом году тоже опыт. Меня дочка уговорила встать на ролики. Первый раз в жизни я встала на ролики. Причём я отлично катаюсь на коньках. И принцип-то тот же. То есть коньки и ролики же не очень похожи, но на самом деле нет. То есть когда я встала на роликах, и там маленькие дети меня учили, как стоять на равновесии. Очень интересное ощущение. И принцип совсем другой. И мозг работает иначе. И тело работает иначе. Опять же, прогибкость мышления. Да, да, да. Это тоже немаловажно. И как приятно, вот сейчас очень тоже важный процесс, ты проговорила, Маша, да? Когда мы у детей чему-то учимся, и это тоже очень ресурсное состояние, да? Не когда ты ребёнка чему-то научила, а когда он тебя научил, рассказал, и у него другие ощущения. Он стал для тебя учителем. Ну, они, конечно же, знают, что они для нас учителя объявляются. Да, конечно. Дети – это учителя, они же пришли в это время. И многие вещи, они, конечно, ну, надо у них учиться. Да, да, да. И получать от этого и удовольствие, и ресурсы. Хорошо. Идём дальше. Что ещё? Ну, вот я ещё про тело, опять же, на момент преодоления. Хотела бы сказать про такую практику. Она тоже идёт не в таком лоитовом режиме, а чтобы себя резко поднять на исцеление, на омоложение. Опять же, ну, на вопрос ресурса, да, чтобы сила и энергия. Это холодная вода. Так. Надежда. Мы её берём. Обливайтесь. Нет. А после бани? Нет. Но на самом деле, опять же, да, к вопросу религии. Мы просто почему с Машей про баню, да? Мы там периодически пересекаемся. Это наше общее увлечение. Ну, то есть в бане, это же вот есть купель, да, в религиях. Их тоже купель, холодная прорубь. И опять же, для кого-то это будет очень экстремально. То есть не каждый вот там, Надя, в субботу идём в купель. То есть и можно придумать какой-то более такой вот плавный вариант. Например, контрастные обливания. Вот даже если вот просто обливаться холодной водой, ну, вот очень страшно, просто плавно начинаем руки-ноги. Руки-ноги, лицо. И уже тело сразу же переходит вот именно в режим такого оздоровления и омоложения. То есть запускаем, да? Да, этот механизм. Хорошо, в следующий раз мы стоим в бане. И вот опять же про холодную воду и про ресурсы. Это же очень мощно запускается иммунная система. Это процессы закаливания? Да, процессы закаливания. И опять же говорить про детей, неважно в каком они возрасте, новорожденные, там, дошкольники или они уже в подростке. Холодная вода – это именно укрепление иммунной системы. А вот опять же со взрослыми сыновьями холодная вода очень мощно простраивает именно мужской стержень. Почему, например, вот я тоже очень долго изучала тему обливания, что советует именно обливаться после 21 года, когда уже ребёнок сформировался. И уже холодное обливание очень сильно вот этот вот стержень, волю, опору внутри себя, дисциплину, особенно у мужчины, простраивает супер. Ну, мне кажется, что можно и пораньше начать. Да, да, конечно. С рождения. Потому что некоторые родители действительно видят, ну и врачи тоже видят, да, результат закаливающих процедур. Да, и вода – это то, что помогает нам с вами укрепить вот эту самую иммунную систему, да, и силу духа. Опять же, как вот в нашей семье практика, я обливалась беременная, у меня была практика проруби в беременность. И, то есть, уже новорожденных детей я сразу обливала холодной водой, и это для них было привычно. И, конечно, мой опыт и наблюдение, я вижу, что иммунная система и здоровье – это, ну, очень помогает ребёнку и, опять же, даёт спокойствие мамы. То есть, я понимаю, что он может попасть под дождь, промочить ножки, но так как иммунная система сильная, он справляется. Ну, так как вообще я его уже так прорубь чуть ли не с рождения, да, или до момента рождения, так что и дождик, и всё эти мокрые ножки для нас не так страшно, правда? Ну, кстати, хороший очень пример, потому что мы всё чаще и чаще оберегаем, опекаем своих детей, да, и им потом уже самим приходится простраивать себе, буду ли я там спортсменом, буду ли я там пловцом, буду ли я там заниматься закаливающимися процедурами, а так мамы чаще всего мы что делаем? Кормим и любим, да, ну и периодически воспитываем. Ну, просто сейчас вот такая тема, да, тема здоровья и иммунной системы, она очень актуальна. Да, и вот опять же, почему именно вот с этих практик, как мне хотелось назвать, голод отлично поднимает иммунную систему, это просто, это просто и, главное, бесплатно природой заложила, и точно так же холодная вода. Именно ресурсы организма, они, сам организм настраиваются на оздоровление. Отлично, идём дальше, у нас потому что уже половина программы прошла, а мы только ещё о теле. Ну да, вот ещё, знаете, наверное, про холодную воду, я бы хотела именно подойти, зачем же это нужно к психике. То есть холодная вода, она очень сильно успокаивает. Если говорить вот, да, как успокоить страх, как уйти от тревожности, как именно вот успокоить ум, и вот именно холодная вода, это тоже инструмент не только именно оздоровления и здоровья тела. Ну и сонастройки на спокойное, да, какие-то восприятия этого мира. Отлично. То есть это своего рода, я прямо сейчас рассказываю, что представляю, как вот в голове вот этот огонь, да, ты не знаешь, какие принять решения, что делать, да, так холодно, да, раз, и тебя успокоило, потушило все твои внутренние костры. Ну и ещё чаще, например, вода именно пробуждает. То есть вот когда состояние вот бывает вялости, витаминоза, то здесь холодная вода наоборот так хоба, и вот этот огонь наоборот пробуждает. В общем, практикуйте, ищите тот вариант, который вам удобен, который полезен вашему телу и который даст вам такие хорошие ресурсы, да. А сейчас мы переходим от тела. К дыханию. Давайте. Ну то есть это как раз тело, дыхание и психика. Но эту тему я тоже очень люблю. То есть дыхание, на самом деле, например, когда человек занимается спортом, у него же автоматически дыхание подключается. Я советую брать любую дыхательную практику и опять же каждодневно тренировать. Вот, например, йога, цигун. Там есть прямо, называется, это дыхательные практики пранаяма. То есть зачем это нужно? Во-первых, успокоение ума. Когда вот ты подышишь 10-15 минут, ум приходит в такое состояние ясности, спокойствия, ты возвращаешься в тело в настоящий момент, да. Вот если опять же говорить, что такое страх, тревога, он именно у нас в уме, который у нас время ум уводит или в прошлое, в какие-то болевые точки, или в переживания за будущее. И вот эти дыхательные практики зачем? Опять же, вот если взять любое направление, там, цигун, йога, бодифлекс. Да даже возьми, например, упражнение по нейропсихологии. Для того, чтобы начал нормально работать мозг, мы детей учим уже с трёхлетнего возраста дыхательным гимнастиком. Не разозывая это направление, мы просто говорим, что эти упражнения позволяют тебе хорошо себя чувствовать и позволяют работать великолепно твоему мозгу, который растёт и нуждается в этом. Согласна? Вот. И здесь, например, я бы тоже хотела дать какую-то практику, но здесь тоже очень важно чувствовать себя, потому что спектр дыхательных практик очень большой. Я бы их разделила практики именно, опять же, очищения, где идёт очень сильный акцент, например, на выдохе. Или, например, идёт очень глубокое дыхание ртом. То есть и вдох, и выдох через рот. И вот именно вот эти вот такие силовые, можно сказать, дыхательные практики, они как раз направлены на успокоение, на очищение тела, даже на очищение психики. То есть, опять же, ритм лучше 5-10 минут. Вот, например, это же дыхание пострельников, тоже очень известное, где идёт очень акцент на вдохе и накладывается на движение. И вот так 5-10 минут именно идёт очищение, и потом можно брать любую практику, это уже наполнение. Очень широкий спектр. Например, глубокое дыхание носом. Например, наполнение дыхания светом. Здесь можно уже подключать и мыслеобразы. И вот это дыхание, оно очень нас именно возвращает в тело, и в ситуацию здесь сейчас. Отлично. Каждый пусть ищет свои варианты, которые вам удобны, которые вам комфортны, и которые для вас будут являться ресурсами. Наша задача лишь только показать вам, что есть такие методики, используйте их для своего ресурсирования. Ну, может быть, вот, наверное, практика, которую бы я сказала, самая простая, это просто увеличивать время вдоха и выдоха. Например, начинать на 4. Раз, два, три, четыре, вдох. Раз, два, три, четыре, выдох. И так дышать 10-15 минут. Через какое-то время ты понимаешь, что ты можешь так легко дышать. Можно уже дышать на 6, на 8 счётов. И, например, добавлять, например, вдох, небольшая задержка. Выдох, небольшая задержка. И можно же, например, я очень практикую в лесу, на прогулке. Когда свежий воздух, да? Да, глубоко дышать. Тело наполняется кислородом. Да, и очень часто потом, если вот у начинающих, мы должны тоже предупредить, да, что начинает болеть голова, и это нормально, да, потому что потом с практикой у тебя эти все явления проходят, да, и у тебя и развивается, и кожа, и цвет лица, да, кожа лучше становится. И объём лёгких увеличивается, да, что-то уже немаловажно. Ну, с точки зрения физиологии, да, изменения бывают видны. Это, опять же, к нашей актуальной теме. Я очень часто спрашиваю, ну, как же сейчас укрепить лёгкие? Ну, потому что, на самом деле, про здоровье лёгких вот в данный период задумываются все. Опять же, это именно дыхательная практика. Дыхательная гимнастика, да, для укрепления наших органов. Хорошо, идём дальше. Что дальше у нас с вами? Следующая грань, я бы сказала, это творчество. Это та тема, которая тебя питает. Неважно рисовать, петь, танцевать, но когда ты выбираешь на это время, выделяешь, творчество тебя питает. Причём, смотрите, творческая энергия, она такая интересная. Если мы туда её не отправим, да, то тогда она будет рано или поздно выражаться, например, в каких-то эмоциональных проявлениях, да, то есть, например, в этой же агрессии, в этом же чувстве ворчания, неудовлетворения, да, или туда сексуальную энергию надо направлять. То есть в любом случае вот эту энергию надо куда-то направить, которая у нас с вами возникает внутри. И творчество — это тот самый вариант, который может тебя ресурсировать, да, потому что от ворчания, от агрессии очень мало какой-то конструкции, да, больше деструктивности, да. Какие виды творчества вас вдохновляют? Я люблю рисовать. Вот опять же в такой момент изоляции я стала каждый день рисовать, достала краски, очень давно не рисовала. Ну, у нас практика, я очень люблю рисовать с дочкой, то есть это такая у нас тема, объединяющая нас, ну, мне очень нравится. Усаживаете сына, мужа рядышком с собой, даёте им краски. Ну, когда маленький сын тоже рисовал, а вот уже когда подрос, он так на это со стороны смотрит. Опять же, я, наверное, тему творчества, знаете бы, как разделила тоже, то есть тема творчества как очищение, когда, например, ты ничего не хочешь, у тебя нет вдохновения, например, злость, гнев, ты просто берёшь краски, нейрографика, да, и начинаешь это просто негатив выплёскивать. То есть не задача потом вот эту картину на стену. И точно так же потом уже, когда ты именно находишься в состоянии ресурса, ты, например, можешь рисовать картину уже в состоянии наполнения. Точно так же, как, например, пение и голосовые практики. То есть когда у тебя злость, ты, например, просто выходишь в лес и начинаешь просто кричать, вот именно как вот этот негатив выражаешь, просто орёшь, и потом ты уже, например, можешь именно петь, и этот же голос, голосовые практики именно уже направлять на очищение. Отлично. Плюс ко всему у нас что получается? Мы через голос можем очень многие вещи уже проговорить, да, то есть не только кричать, но ведь можем прямо проговаривать всё то, что мы думаем, да, это опять-таки одна из профилактик нашей психосоматики. То, что ты не мог сказать своему соседу, своему боссу, коллеге, ещё что-то, ты можешь это проговорить, прокричать, сформулировать, да, и освободиться от этого, чтобы это не было внутри тебя и не бегало, как белка в колесе, в голове этими мыслями, правда? Хорошо. Тоже можно даже к этому процессу творчества подойти, да? Конечно. И так вот интересно получается, как вот в теле всё продумано, то есть физические упражнения запускают дыхание, и, например, на дыхание мы можем идти дальше в дыхание, это голосовые практики, то есть это же тоже дыхание, и тоже голос проходит через тело, он исцеляет нас и наполняет. Вот если ещё говорить про творчество, то какие варианты вы можете предложить нашим слушателям? Что ещё можно, в чём творчество проявляется? Я советую пробовать. Вот, например, так как я люблю рисовать, я пробовала в этой теме всё. Там, например, валять картины, валять игрушки, потом я рисовала, например, акварель, потом пошла масло, пастель, большие форматы, маленькие форматы, дальше батик пошёл. И вот именно это постоянный эксперимент. То есть я вот помню, что период, когда я вот батик, я просто этим, знаете, вот жила. То есть год я рисовала это. Представляете, батик — это рисунок на ткани, это вот огромные холсты, краски, которые, если не отмывающиеся, если куда-то капнут. Вот. И проходит там год-два, всё, это творчество уходит, приходит что-то другое. Ну вот у меня шерсть тоже была очень долго, картины из шерсти. И смотрите, в каждом этом видео можно найти прямо свой собственный ресурс такой. Например, это же, например, валяние с шерстью, да, ты берёшь вот это тепло, ты берёшь вот эту нежность, ты берёшь вот всю эту фактурность, да. При работе с бумагой и красками ты берёшь вот эту всю, опять-таки, яркость, которую ты бы хотел, да, возможность легко творить, да. В каждом нашем творческом процессе есть то, что может тебя наполнить даже в самые сложные периоды жизни, что тоже немаловажно. И вот мы сейчас говорим с тобой, я понимаю, что это чаще всего, ну, как бы, такая женская, да, сущность, да, то есть как бы мы, мы женщины в это, легко уходим в это творчество. И сложно бывает мужчинам порекомендовать, хотите найти ресурсы, идите в творчество там, да. Ну, опять же, искать. На самом деле, если вот некоторые мужчины шикарно готовят творчество, музыка, вот, например, наш с сыном вдохновение снимать видеоролики. То есть они же, ну, современные молодёжь, они в этом очень разбираются. И мне вот интересно, например, я вижу, как снять, а он мне помогает технически. То есть, может быть, он к этому бы и не пришёл, а это вот у нас такое совместное творчество. Объединяет. Музыка, гитара. Да, плюс ко всему, вот если мы сейчас, опять-таки, про мужчин, да, то великолепна, например, фотография, да. То есть я вижу по своим клиентам, как мужчина, например, никогда не увлекающийся в юности даже фотографиями, уже в возрасте, начал делать потрясающее, да. И он говорит, да, для меня это ресурс, да, для меня это новая жизнь, да, для меня это вдохновение. Даже, вот, например, эта тема фотографий в фотошоп. Это же такая целая тема, именно, как бы, для мужского ума так, кладезь. Да, кулинария, пожалуйста. И, кстати, творчески можно подходить к очень многим таким, как бы банальным, может быть, даже, да, вещам. Ну, например, посмотрите, если вы сейчас находитесь на самоизоляции, посмотрите на свою квартиру и, может быть, что-то видоизмените там, да, чтобы вам было действительно... Вы, во-первых, это сделали своими собственными руками, во-вторых, под воздействием вдохновения, я надеюсь, оно у вас тоже присутствует, да, но и это оценили все ваши домочадцы, что тоже немаловажно. Хорошо? Да. Идеальное время для ремонта. Ну что, у нас всего одна минута осталась, как быстро полетели наши 30 минут, и в завершение, наверное, что-то такое прямо изюм, который, да, ты приготовила для нас. Последняя пятая грань – это именно молитва, медитация и контроль мыслей. Это, конечно, опять же, тут методов очень много, и важно искать что-то своё. Это может быть твоя молитва, это может быть именно мантра, если, например, в теме йоги, это может быть музыка, которая тебя настраивает, и формации. То есть именно вот мы держим тело, психику, и вот это контроль мыслей. И от этого зависит качество нашей жизни. Ну что, попробуем зачитать то, что у тебя есть? Время хватит, да. Попробуем, попробуем, попробуем. Итак, действительно, мы сейчас не говорим о том, что нужно уходить в религию, или искать каких-то себе новых гуру, учителей. Готова? Да, мне вот очень нравится автор Энтуан Де Сент-Экзупери «Маленький принц». Эту книгу я перечитываю, она меня очень вдохновляет. И там главный герой, да? Да, и я у него прочитала молитву, которая меня очень вдохновляет и наполняет. Господи, я прошу не о чудесах и о ней миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов, сделай меня наблюдательным и находчивым. Чтоб в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне тонкое чутьё, чтобы отличать первостепенное от второстепенного. Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы по жизни не порхать и не скользить, а разумно планировал течение дня. Мог бы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством. Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. Не мечты о прошлом, не мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную. Убереги меня от наивной веры, что всё в жизни должно быть гладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составляющей, частью жизни, благодаря которой мы растём и зреем. Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком. Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать её любя. Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать. Так научи меня терпению. Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного дара судьбы. Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло. Вот столько мудрости в каждом слове. Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем внизу. Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни. Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно необходимо. Научи меня искусству маленьких шагов. Вот видите, так, маленькими шагами мы с вами направляемся в светлое будущее. В ресурсное состояние. В ресурсное состояние и при всём при этом наслаждаемся, наслаждаемся, ещё раз наслаждаемся. Несмотря на то, что происходит в этом мире и в настоящее время. Маша, спасибо большое. Сегодня вместе с психологом и с тренером по йоге, с Марией Ручкиной, мы раскрывали тему ресурс жизни, где их взять и как их потом правильно использовать. Спасибо ещё раз за программу и до новых встреч. Всего доброго.